Медики утверждают, что здоровый рацион человека должен быть разнообразным. Овощи, фрукты, молочные продукты. То же самое и с музыкой. Нельзя слушать лишь одного Моргенштерна или Карди Би. Иногда стоит переключиться на что-то классическое. Просьба отключить телефоны и все внимание на сцену. Здесь вы окунетесь сразу несколько эпох. От средневековья с композициями Моцарта до 20-го столетия с бардовскими песнями. Название концерта «Музыка и друзья» раскрывает суть вечера. Здесь собрались старые товарищи, выпускники Казанского федерального университета, чтобы поздравить своего друга и наставника Гузель Гемаеву с юбилеем. Она руководила хором «Гармония» на протяжении 26 лет и даже свой праздник, ее мысли вместе с певцами. Самое главное для меня сейчас, чтобы хор спел хорошо. Вечер получился довольно ностальгический. Звучат совместные песни и пересказываются общие истории. Я слюб, лысый джон, Джон Андерсон, мой друг. Ну вот начало песни, которая с нами уже очень давно. А вообще мы много, много, всю жизнь мы поем на самом деле. Даже если вы чувствуете себя чужим на этом празднике, вы не уйдете разочарованным. Живая музыка, по мнению случайного зрителя, успокаивает. Ходить на концерты классической музыки нужно для того, чтобы успокоиться, как-то расслабиться, потому что мы сейчас живем в бешеном мире. По словам гостей, музыка не продлевает жизнь, но однозначно делает ее богаче. Слушайте хорошие и душевные композиции. Анастасия Васютина, Алена Лонкина, Ленар Довлетьяров, Универ Ньюз.